Дифференциация звуков И правильно произносить Сейчас вы смотрите фрагмент занятия А затем я расскажу З Ну хорошо, давай дадим имя девочке З Давай, назову З Кто это у нас будет? Зина Зина, хорошо, молодец А вот это кто у нас будет? На звук Ж Это Зина, а это Кто это будет? Ж Ж Женя Можно сказать Женя А можно сказать Жанна Жанна Хорошо Женя и Жанна Вот В слове Зина Зина Какой у нас звук? Зина Зина Какой? Этот или этот? Называй Зина Какой? Этот или этот? М? Какой? З Или Ж Зина Зина Ну, вот он З Да? А какой он? Твердый или мягкий? З З З З Ну-ка произнеси З З Какой он? Мягкий или твердый? З Вот, Зина З З З Мягкий будет, да? З З Твердый? З З Мягкий Теперь давай произнесем Ж Ж Ж Ж Вот это у нас кто? Ж Ж Ж Ж Ж Какой звук? Покажи мне, какой стоит звук Ж Вот он Ж Ж Ж Ж Он всегда у нас твердый Понятно? Ж Ж Ж Ж Ж Вот Ну, а теперь давай немножечко с тобой Поиграем Поиграем Немножечко Вот девочки встретились, да? Вот эта девочка откуда пришла? Из 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 Скажет Из Видно При Ж 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 Пошла куда? Скажи Ж Ж Ж Ж Ж Пошла Пошла Куда? Да Домой Ну-ка еще скажи Да Домой Домой Зина пришла из дома, а Женя пошла домой. Вот они встретились. Как они друг другу говорят? Как они говорят? Здравствуйте. 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 Зина говорит, здравствуйте. А Женя что говорит ей? Это у нас кто? Зина? Зина. Зина как говорит? Как она говорит? Здравствуйте. Или здравствуй, Женя, да? Здравствуй. А Женя что говорит? Здравствуй. Зина. Зина. Теперь у нас что, Зина спрашивает? Ты куда, Женя, идешь? Спрашивай. Зина спрашивает. Говори. Зина спрашивает. Говори. Зина. Ты куда идешь? Я. Женя. А Женя что говорит? Вот она у нее спросила. Ты куда идешь? Ты куда идешь? А Женя что говорит? А Женя. Что она говорит? Я. Я. Иду 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 Куда иду? Куда она идет? Домой А ты Женя спрашивай Зина Спрашивай мне, Зина Зина А ты Ты куда Идешь? Ты еще раз спроси Зина Ты куда Идешь? А Зина что говорит? Я иду Да Я иду домой А теперь Женя спрашивай У Зины Зина Зина Есть у тебя Самокат? Что это у нас? Самокат Вот теперь спрашивай Зина Ну говори Зина Есть у тебя Что? Самокат А что Зина говорит? Что Зина говорит? У нее есть самокат? У Зины У Зины есть самокат? Есть Самокат Ты должна сказать Да У меня есть самокат У меня есть самокат У меня есть самокат Вот Она говорит У меня есть самокат А теперь это что может говорить? Зина Давай 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 Что сделаем? Покат Ну что сделаем? Давай Давай Покатаемся Давай Покатаемся Давай покатаемся. И вот они пошли домой. Пойдем за чем? За самокатом. За самокатом. И они пришли домой. Что сделала Зина? Зина взяла самокат. И что она говорила? На! Женя! Самокат! Теперь Женя что делает? Женя. Что она делает? Кат. Пока только Женя катается. Говори, Женя катается на самокате. На самокате. А что делает Зина? А Зина что делает? Смотрит, как Женя катается. Вот, смотрит, как Женя катается. Вот так, хорошо. Женя покаталась. И Зина поедет. Куда? Да? На мой. Она поедет на самокате, да? Скажи, Зина поедет. Ещё раз. Зина поедет на самокате, да? А что она скажет? До свидания. До свидания, Женя. А Женя что скажет? До свидания. Е. Ещё она скажет. Спасибо, что дала покататься. Ещё раз скажи. Спасибо, что дала покататься. Вот так. Хорошо. Молодец. Вот мы с тобой, видишь, сегодня как? Учились говорить. Ты вот так должна учиться говорить, моя хорошая. Ну вот вы посмотрели. Фрагмент занятия. Звуки Ж и звук З у Василисы уже поставлен. Василиса, конечно, ещё пока тихо произносит. Мы отрабатываем силу голоса. Но пока ещё тихо. Она научилась определять место звука в слове. Но пока ещё тоже ей трудно это сказать. Она ещё не совсем может произносить всё. Она не совсем может правильно строить предложение. Основное место в этом занятии отведено обучению разговорной речи в быту. Василиса научилась произносить слова. Она может повторить предложение целое. Она даже может ответить на вопрос, заданный мной. А разговорная речь у Василисы ещё пока на низком уровне. И поэтому я взяла такую работу, как обучение разговорной речи в быту. Я взяла двух кукол. Мы дали им имена. Один со звуком З, другой со звуком Ж. Это у нас Зина, а это у нас Женя. Ну, чтобы научить ребёнка говорить, мы, конечно, задаём обязательно вопросы. Работа может поставлена как угодно. Предложения могут составляться разнообразные. Вопросы могут задаваться тоже разные. Имена могут придумывать сами дети. Вот откуда идёт Зина, куда идёт Женя. Когда они встретились, что они сказали друг другу. Вот это очень важно научить, чтобы ребёнок, когда овладел речью, мог ей пользоваться в быту своей речью. Обычные дети, которые очень долго не разговаривали, им сложно перестроиться. Им сложно научиться общаться с людьми. Для этого как раз вот нужна примерно такая работа. Вот подошла Зина к Жене. Что она ей сказала? Она сказала, здравствуй, Женя. Женя тоже должна поздороваться. Здравствуй, Зина. Ну, могут они задать вопросы, куда идёшь, откуда идёшь. То есть независимо от того, что будут говорить дети. Но они должны придумывать различные сочетания слов, различные предложения. Дальше Женя спрашивает, у тебя есть самокат? Вот. Зина отвечает, да, есть. Они пошли тогда домой к Зине. Зина вынесла самокат. Вот это всё нужно проговаривать. Зина дала Жене самокат. Женя что делает? Женя катается на самокате, а Зина смотрит. И когда занятие подходит к концу, то обязательно нужно, чтобы Женя поблагодарила. То есть сказала, спасибо, Зина, что ты дала мне покататься. А Зина тоже должна в свою очередь ответить. Это пожалуйста. Вот. И они должны обязательно друг другу сказать до свидания. До свидания по имени назвать. До свидания, Женя. До свидания, Зина. Ну и так далее. Вот такая примерно работа должна проводиться с детьми. Обогащать словарь детей. Словарь детей. И не только учить слова, но и работать над фразами. Ну, пожалуй, на этом я закончу. Удачи вам, успехов. И до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»